Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол ОТ Жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за Миланский Интер. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или ЛЦП на Ютубе. Буду рад за всех, кто мы увидите. Ну и помогите мне там добить 100 подписчиков, мне будет очень приятно. Ну что же, давайте посмотрим на сегодняшнее расписание. Сегодня мы отыграем полностью февраль месяц. Как видите, у нас стартует чемпионат Италии сегодня в феврале против Болонии. Мы будем играть на выезде. Дальше у нас кубковая игра. Я не знаю, наверное, четвертьфинал. Нет, это полуфинал. А когда тогда ответная игра? Так, а вот одна ответная, это уже будет в следующем выпуске, против Милана. Вот, дальше. Сразу же мы играем тоже дома против Милана в чемпионате. Далее выездная игра против Венеции. Ну и стартует у нас плей-офф Лиги Чемпионов. Играем на выезде против Валериала и на выезде играем также сегодня против Калери. Поэтому вот как-то так. То есть, естественно, я буду делать акцент в этом ролике на двух играх против Милана. Ну и также на выезде в Лигу Чемпионов. Поэтому вот. Ну что же, против Болонии на выезде я, наверное, все-таки рискну как-то. И выпущу в любом случае второй состав. Посмотрим, что из этого выйдет. Поехали. Ну что же, Чемпионат Италии. Болония против Интера. Начинаем. Вот опасный момент. И сразу же мы пропускаем. Пятая минута. Арнаутович отлично здесь пробил. Оборона у нас сплоховала. Неплохо. Хорошая и интересная такая передача на Алексиса Санчеса пошла. Санчес. Санчес отличный. Там галкипер даже уже выходил. И в итоге Санчес забивает на 21 минуте. Быстро на самом деле получилось забить, сравнять. Поэтому время еще есть. Очень много, чтобы выйти вперед. Демарко через Санчеса. Алексей ждет забегания Сальседы. Тот получает передачу и... И выводит Интер вперед. Отлично. Санчес сегодня просто в огне. И гол забил. И голевую успел отдать. И вот так вот. За 26 минут болельщики увидели уже 3 забитых мяча. Выгрызает эту передачу. До него она доходит. И Санчес делает счет 3-1. Отлично. Санчес скорее всего уже точно получит MVP этого матча. У него дубль. И плюс голевая передача. Поучаствовал сегодня во всех пока что голах. Пасовывает на Демарко. Тот пасом находит Сальседа. Тот на Лозанна. И просто шикарная комбинация. И в итоге 4-1. Интер забивает. Четвертый свой гол. Хотя проигрывали по ходу этого матча. Сальседа. Как замечательно. Вот здесь вот у Демарко забивает. Вы просто посмотрите сейчас. Какой-то проходной двор в обороне у Болонии произошел. Прямо как в самом начале. Но только у ворот Интера. Такая же неразбериха была. Вот Интер-то и поплатился. Пропустил. В итоге смог 5 мячей еще отгрузить. Но еще не вечер. Может быть еще будут забитые мячи. Так. Комара неплохо. И видит. Видит Алекс Санчес. Отдает передачу на него. Санчес. Отлично. Что сотворил сейчас чилиец. И забивает. Если не ошибаюсь, то Хэтрик. Хэтрик сейчас забил Алексея Санчес. 6-1. Счет. Финальный свисток. Со счетом 6-1. Интер разобрался на выезде с Болоний. Можно сказать, что волевая победа. Все-таки проигрывали. Со счетом 1-0. Как-то, наверное, не настроились на нужный лад в самом начале. И пропустили уже на пятой минуте. Так. Нам приходит предложение по Сэнси. Из Бенфики. За почти 40 миллионов. Но мы отклоняем. Так. Баррелла нам говорит, что в хорошей форме. И хочет сыграть против Милана. Действительно, я подумал. Потому что Баррелла – это игрок стартового состава. Мы как раз первым составом будем играть сейчас против Милана. Ну что же. Кубок Италии. Мы играем в полуфинале против Милана. Это принципиальный матч для нас. Поэтому состав на наших экранах. Начинаем. Ну что же. Миланское дерби. Интер против Милана. В рамках Кубка Италии. Полуфинальная стадия у нас. Как минимум два матча мы увидим в Кубке. Вот этого именно противостояния. Потому что со стадии полуфинала двухматчевое противостояние. Именно в полуфинале. Дальше уже финал идет в один матч. Так что приятного вам просмотра. Кристиан Эриксен. Отдает на Лаутаро. Ой, ну это пенальти. Это, естественно, пенальти. На 22-й минуте Лаутаро Мартинес его зарабатывает. Я сейчас не знаю, кто у нас лучший пенальтист. Подходит Челхану Глу. В принципе, раз подошел, значит он. Скорее всего, давайте как-нибудь сейчас мощно в правый нижний угол попробуем пробить. И отлично. 1-0. 23-я минута. Челхану Глу забивает ворота своей бывшей команды. Так, Борелла. Аккуратненько, неплохо. Джеко. Отлично. Здесь и Лаутаро Мартинес. И сразу же, сразу же дуплетом. Мартинес заработал и пенальти, и забил гол сейчас. И отлично. В хорошую такую фору. Сейчас Интер выходит. Лично для себя, для следующей игры. Уже плюс 2. Разница мячей в этом противостоянии. Так, Лаутаро. Лаутаро Мартинес. Отличный момент. И Джека сейчас просто прошивает. Вот так вот. Не ждали, не гадали игроки Милана. Но вот Интер забил вот такой вот интересный, непредсказуемый гол. Казалось бы, Мартинес будет пробивать. В итоге он в последнюю секунду отдал пас на Эдина Джека. И тот шикарно на каком-то таком противоходе поймал и прошил Татару Сану. Хорошая передача на Лаутаро Мартинес. Мартинес. И снова он все сотворил. И снова он не забил, а отдал лишь голевую передачу. Вот что значит нежадный футболист, не эгоист. Но любой другой бы уже забил. И Мартинес мог бы забивать уже хэтрик. Но решился все-таки отдать еще одну голевую передачу. Все, финальный свисток. Интер разнес в пух и прах Милан. Милан в первой игре полуфинала Кубка Италии. Но будет интересно посмотреть, все-таки уже бросит играть Милан во втором ответном матче или нет. Так, Баррелла нас благодарит за то, что мы ценим его и выпускаем. Ну что же, сейчас у нас снова игра против Милана. Сейчас, правда, в рамках чемпионата Италии. Вот так вот сложилась жеребьевка и календарь. Сейчас у нас отставание до Ювентуса. Все так же в 9 очков. Но есть у нас вот как раз этот матч в запасе. Сейчас можем уменьшить вот это вот отставание в 6 очков. Надо посмотреть, там действительно ли Ювентус потерял эти очки. Потому что до этого вроде... Хотя нет, вот тоже они Болонию обыграли. Да, вот они проиграли Феррентине дома. Когда мы вот обыгрывали Болонию. Поэтому Интер против Милана. Матч в рамках чемпионата Италии. Составы вроде такие же. Поехали. Что же, снова Интер против Милана. И снова, кстати, номинальный хозяин этого матча Интер. Предыдущая игра в кубке была точно такая же. Поэтому посмотрим, изменится ли сейчас отношение Интера и Милана. Все-таки теперь нету никаких 4-0, как было в предыдущем матче. Здесь все заново. Это все-таки уже чемпионат Италии. Здесь и разница мячей. Это, кстати, важно. Тоже главное, потому что сейчас у Интера на один матч сыграно меньше. Берарди. Ох, какой удар! Как с такого угла-то еще и два защитника стояли на пути мяча. Но Берарди рискнул, пробил и вывел вперед Интер в Миланском дерби. Получился. У нас очень хорошо восстанавливаются наши игроки. Эриксон через Джека. Отлично, как сейчас выдал. И в стеночку отыграли Кристиан Эриксон. Забивает второй гол Интера сегодня. И 35-ая минута 2-0. Так, Лаутаро Мартинес. Неплохо. Через Эдина Джекко. И Лаутаро Мартинес. Отлично. Выход 1 на 1. И забивает 40-ая минута. И снова, снова Милан пропускает много мячей от Интера. В предыдущей встрече пропустили 4. И вот здесь еще за первый тайм уже пропустили 3. Счет 3-0. Вряд ли получится, конечно, Милану отыграться. Но хотя бы один гол Престижа там забить. А вот Интер. Еще одной своей атаки. Лаутаро Мартинес снова делает счет 4-0. Как и в предыдущем матче. Но посмотрим. Время здесь все-таки побольше еще остается. Сможет ли Интер забить больше, чем в предыдущем матче. Финальный сток. И снова 4-0. Снова 4-0. Как и в предыдущем матче. В полуфинале Кубка Италии. Мы разгромили Милан. И в чемпионате Италии. И уменьшили отставание до Ювентуса. 6 очков. Так. Так у нас травмирован игрок. Ушиб плеча Марсела Брозович. Под конец игры с Миланом он получает повреждения. Полное выздоровление, кстати, Гинтера. Это просто замечательно. Тем более, у нас сейчас еще скоро Лига Чемпионов. Брозович. Чувствую себя лучше. Готов играть. Надеюсь, вы сможете вернуть меня в команду. Ну, сейчас у меня второй состав будет все-таки играть. Это важный игрок для нас. Так что там посмотрим. Да. Комара будет играть. Так. Все. Ну, и сейчас у нас выездная игра против Венеции. Кстати, Венеция нас и обыграла в самом начале сезона. Поэтому вот эта вот потеря очков все-таки сыграла свою роль. Ну, что же. Венеция против Интера. Играем вторым составом. Поехали. Ну, что же. Венеция против Интера. В начале сезона мы им проиграли, если не ошибаюсь, там со счетом 3-2. Вот посмотрим, как сегодня у нас получится против них отыграть. Лозано. Сразу на Сальседа. И вот неплохо. Наше молодое дарование. Хорошая еще и подача. И все-таки гол. На третьей минуте уже Демарко забивает с подачи Сальседа. Сальседа. И хорошая передача на Видаль. И Видаль делает счет 2-0. 63-я минута. А вот и Сенти очень хорошо сейчас нашел Лозано. Вроде как без офсайдна. И Алексей Санчо сделает счет 3-0. Лозано оформляет голевую передачу. Так, Куини. Неплохо передача на Араму. А тот забивает. 89-я минута. 3-1. Венеция забивает гол Престижа. И вот Сальседа не получилось забить четвертый мяч сегодня. И Интер уверенно переиграл Венецию на выезде. Так сказать, мы им отомстили за домашнее наше поражение. Так, приходит сообщение от Комары. Так, тренер знает, что Марсел Борозович остановился. Но надеюсь, что я достаточно сделал, чтобы сохранить место в составе. Это важный момент для моей карьеры. Но давайте выпустим. Почему бы и нет. Ты показал хороший потенциал. Но давайте его выпустим тогда в Лиге Чемпионов сейчас. Раз он все-таки просит. Может быть действительно что-то как-то это вот получится у нас. Так, а что насчет у нас Гинтера. Гинтер, Гинтер, Гинтер. Так, он еще на травме. Там полосочка все-таки есть. Где-то посмотреть. Так, Гинтер, Гинтер, Гинтер. Еще 4 дня. У него перелом локтя был. Поэтому пусть так и остается. Так, у нас игра сейчас выездная против Валериала. Эстадио де ля керамика. Там будет у нас проходить эта мащина. Ну, давайте вот вместо Брозовича выпустим Комару. Надеюсь, сильно никак он там не ухудшит нашу игру. Тоже вот Лозанна я бы на скамейку лучше взял. Все. Валериал против Интера. 1-8 Лиги Чемпионов. Поехали. Так, мы в Испании. Валериал против Интера. 1-8 Лиги Чемпионов. Начинаем. И хорошую передачу отдает сейчас на Лаутаро Мартинеса. Тот, как же шикарно он сейчас забил и перебросил голкипера Валериала. На пятой минуте уже Интер выходит вперед, забивая. Ну, понятно, что выездного гола нету больше такого правила, но все равно на выезде труднее всего забить. Нам это удается уже сделать на пятой минуте. Эриксон шикарную голевую передачу отдал. Ну и Эриксон в одно касание в дальний угол вот так вот забросил этот мяч. Так, Берарди неплохо. Здесь Джеко развернул. Корпус так поставил. Лаутаро. Лаутаро с мячом. И дубль. 10 минут и мне кажется уже все понятно. За 10 минут уже понятно, кто выйдет в четвертьфинал. Но вот как-то так. Еще и Джеко. Отлично. Вылетает сейчас в штрафной Валериала. А Лаутаро Мартинес забивает третий мяч. 58-я минута. Хэтрик Мартинеса. Эриксон на подаче. И Деврай какой опасный момент и забивает. 4-0. Мне кажется никто даже из болельщиков-то и не заметил. Но гол есть у нашего защитника. Забивает Деврей или Деврай кому как угодно. И счет уже 4-0. 4-0. Снова у нас такой счет. В сегодняшнем выпуске Мартинес забил хэтрик. А ворот Валериала на выезде. И мне кажется уже точно с таким преимуществом мы обязаны выходить в четвертьфинал. Ну что же. Сейчас у нас выездная игра против Калери. Они идут на восьмой строчке. Мы сыграем с ними вторым составом. Но только наверное давайте... Хотя давайте оставим Комару. Почему бы и нет. Раз парень просит. Пусть играет. Раз у него сейчас важный момент в карьере. Калери против Интера. Начинаем. Ну что же. Интер приехал снова на выезд. Игра против Калери. Начинаем. Интер с мячом. И Санчес хорошую передачу на Сенсе дает. Это гол. Девятая минута. 0-1. Так, Де Амброзио. Сальседа. Какую хорошую передачу сейчас дает на Ирвинга Лазана. И отличный прострел. И Санчес делает счет 2-0. Так, Повалетти. Нандес хороший прострел. И здесь на Жуапедро забивает. Счет 2-1. Уменьшает наше преимущество. Не доглядели. В этой атаке. За этим нападающим. Сальседа. Ну и забивает. Ну и забивает, естественно, нужно. И... 66-ая минута. Сальседа. Тоже, наконец-то, уже сегодня забил. И увеличивает наше преимущество. Так, Камара. Неплохо отыграл. Уже третий матч подряд он проводит. А вот и Жуапедро забивает дубль. 80-ая минута. Интрига жива. Так, Санчес. Очень неплохо через Сальседа. И дубль все-таки Сальседа тоже забивает сегодня. 4-2. 4-2. Интер переигрывает Калери. Минута оставалась. И у Калери были шансы сравнять как минимум счет. Но вот у Сальседа другие были планы на эту игру. И все. Финанс исток. Уверенная. Выездная победа. 4-2. Так, сборная России нам предлагает стать главным их тренером. Мы отклоняем. Так, ну и Борозович тоже нас поблагодарил. То, что мы его там на замену выпустили в матче против Калери. Ну и скажем ему, что понадобится время. На самом деле, потому что там что-то вот... Мне кажется, Камара должен как-то раскачаться. Расспросил нас все-таки. Мы ему доверимся. Ну что же, друзья. На этом все. Большое вам спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok